1.17. Пещерное обновление, точнее Пещеры Скала, часть первая, вышло. И это полный обзор того, что вы встретите в разных самых версиях игры в этом обновлении. Возможно, вы не следили за снапшотами, для вас всё это новое. Возможно, вы уже подзабыли, но снапшот выходит с ноября там, да. А может быть, вы вообще как бы не знаете, что про что, и поэтому вам действительно нужен этот обзор. Возможно, кто-то не знает, но обновление Пещеры Скала выразелено на две части. Первое обновление про всякие там блоки, а потом, уже, мне кажется, примерно в конце августа, начнет выходить 1.18, который выйдет к Новому году и привлечет основные изменения с точки зрения генерации. Но это уже будет потом обозревать. Сейчас мы именно 1.17 затронем и немножечко, конечно, 1.18, потому что есть такая возможность. Начнем мы с генерации в обычном мире, если вы просто создаете мир в Java Edition, что мы сможем найти? Во-первых, Пещеры Больше Запутаний, это лично на моем опыте, я несколько раз пытался начать выживать на 1.17. Пещеры действительно стали чуть-чуть позапутаннее. Ну, действительно, их стало как будто бы чуть побольше. Просто на 1 чанг Пещер чуть побольше стал. Итак, генерация. Во-первых, у нас на высоте от 0 до 16 генерируется вот такой вот глубинный сланец, руда глубинно-сланцевая, да. Потом уже рассмотрим, что это такое. Казань Ари. Потом у нас генерируется, опять же, с 0 до 16 высоты генерируется Туф, Туф Новый Камень. Генерируется светящийся лишайник вот таким вот образом, освещая пещеры. Генерируются сталагмиты, сталактиты. Вот они, прекрасные такие, красивые, да. Вот такими маленькими группками. Генерируется медная руда. И последнее, самое интересное, конечно же, это генерируется аместистовая жиода, жиоба, ну или как вы там ее называете. Вот такая вот красивая, да. Итак, это все про генерацию в этом мире. Однако, есть как бы и биомы. Во-первых, есть карстовые пещеры, заросшие пещеры и супергоры. Супергоры это только для Бодрог Эдишна, поэтому сегодня мы это не рассматриваем. Потом сделаю отдельный обзорчик, наверное, что эксклюзивного есть в Бодрог Эдишне. А вот карстовые пещеры, заросшие, можно создать. Сейчас я нахожусь в мире с карстовыми пещерами. Как его создать? Просто выбираете на струках один биом, карстовые пещеры. И у нас получаются пещеры именно с капельниками, капельниками. Вот они прекрасные, такие красивые. Здесь у нас из интересного генерации вот очень много вот этих вот штучек, самых разных длин. И вот обычно в каньонах такие вот гигантские сталагмиты, сталактиты и даже сталагнаты встречаются. Не знаю я, что из этого что, но нормально. О, ничего себе, сколотали. А сейчас я нахожусь в заросших пещерах. Создается тоже по типу мир, один биом. Выбираем заросшие пещеры, но и нормально. Давайте я тоже ночное зрение выпью. Что из этого интересного? Мы видим новое дерево. Мы его еще раз смотрим. У него здесь появляются корни. Мы берем, копаем корнями. Вот так вот копаем. И оно рано или поздно 100% приведет нас в какую-то пещеру. Непонятно какую по размеру, но все же приведет. Итак, вот мы уже здесь. Здесь генерируются как раз таки отростки корней. И в самих лошкейсах что у нас встречается? Очень большое количество мха, глины, воды. Причем водянистые горизонты. Прямо как в 1.18 будут генерируются. Вот такими вот разными уровнями. Это скорее всего механика взята именно по зальтовых дельт. С пароцвета генерируется. Очень много лозы пещерной. Эти капли листы, бросянки или как там. Азалия, цветущие обычные. Много травы. Мох, мшистый покров. И собственно это все. Однако сама по себе пещерка выглядит ну прям красиво. А еще если выпить конечно молочка, это вообще будет красота. Потому что все-таки эти ягоды не светятся. Про это мы потом разумеется поговорим. Но реально кайфово. Основой генерации пещер, которую сейчас я вам покажу еще лучше. Не зря я сейчас говорю про новую генерацию пещер. Потому что у нас есть обновленная генерация мира. Горы в Бодроке. Да, там есть новая генерация гор. А у нас есть специальный датапак от разработчиков. Который мы скачиваем. Если вы его хотите скачать, после заходите там в лаунчер. И в списках изменений в 1.17 там есть целая плашка с этим датапаком. Закидывайте этот датапак и получайте новую генерацию мира. Сейчас мы рассмотрим что внеинтересного. Итак, вот мы здесь. Мы уже находимся в очень уж интересном месте. Итак, во-первых, у нас минимальная высота мира опустилась. Как видите, сейчас я нахожусь на минус 64 высоте. И мир у нас до минус 64 высоты. Теперь есть и Бодрок на минус 65 высоте. Это любопытно, да? И самая высокая точка, которая у нас теперь есть в мире, сам мир не поднялся, не опустился. То есть пещера теперь от 64 до минус 64 высоты. И если раньше максимальная точка была, это 256, сейчас максимальное строительство по высоте 319. Ну, то есть 320 уровень для нас максимальный. Итого мир увеличился с 256 блоков до 384. Ну, это вообще классно. На самом деле, это и есть причина того, что разделили, потому что оно лагает. Во-вторых, новый слой земной коры. Не зря я это написал. Все, что у нас про камень, там, гранит, диарит, другие всякие штуки, это у нас выше нулевого уровня. С нулевого уровня начинаются вот такие вкрапления глубинного сланца, мы его уже видели. И потом начинаются пещеры 64 блока только глубинного сланца. Вот это только он. И в целом, генерация пещер обновленная. Они больше. Давайте здесь поставим спавн-поинт. И я вам покажу отличный генерация пещер. На самом деле, реально обновили очень много разных типов пещер. Во-первых, спагетти пещера. Это самые тонкие спагетти. Это, конечно, не спагетти. Но вот, например, вот такие пещеры. Ниже 32 уровня спавнятся водянистые пещеры с водянистыми горизонтами. Как видим, заныриваем в одном уровне, выныриваем в абсолютно другом уровне. Бывает такое же самое с лавой. Водяные полностью пещеры. Причем, опять же, можно вынырнуть, занырнуть здесь, проплыть и вынырнуть в другой пещере. Такое специально проработано. Вообще, это шумовые пещеры. Как видите, они просто могут быть гигантского размера. Сейчас вариантов пещер просто уйма. Как видите, вот у нас пещера. Узкая пещера, но потом она расширяется во большую. И то же самое здесь. Опять же, это пещера. Мы чуть-чуть поверх вскапываемся. И здесь очень большая пещера водная. Причем, подобные огромные водные пещеры не могут выходить на поверхность, что тоже круто. Если высота меньше нулевой, то также спавнятся блоки туфа большими залежами, как диорит, например. Ну, реально, генерация стала очень крутой. Про это, скорее всего, больше в 1.18 уже будет. Но вы посмотрите, огромные колонны. Ну, реально, красиво. Отправляемся дальше. И у нас здесь еще новая генерация рут. Теперь рут генерируется очень уж любопытно. Например, железо генерируется только с высоты минус 16 до, вроде бы, 64 уровня. И лучшее место для копания железа это 16 высота. А уголь ниже 16 уровня не генерируется. Алмазы генерируются от минус 64 до 16. То есть, вам нужно подбирать. И нельзя будет на одной высоте, как раньше, копаться и находить все руты. Сейчас все куда интереснее. Суперразломы. Это новый тип каньонов. Я не буду слишком медлить, уж найдете. Но это огромные каньоны. Узкие, но огромные. Расщелины, которые могут быть длиной, там, высотой до 60, даже 70 блоков. И жилый рут. Это у нас вот такие вот огромные скопления. Есть медные и железные жилые руты. В них могут генеть вот такие вот блоки. Это не я поставил. Потом уже поговорим, что это за блоки такие. Но это будет вам индикатором того, что, ага, вот вы нашли этот блок. Значит, здесь есть жила. И, как вы видите, вот огромные жилые руты. Огромные скопления. И я тут подумал, на самом деле, их выкопать-то будет не так уж и просто. Потому что не всегда они контактируют друг с другом. В основном по диагоналям. Мне кажется, динамитом надо это все копать. Ну, реально огромные жилые руты. Ну, вы посмотрите, это очень повезет. Но они реально редко спавнятся. Вот, вот мини-жила. Ну, реально очень круто. На этом генерация основная, пещерная, заканчивается. И мы переходим уже к мобам. Итак, переходим к мобам. Мобов добавили три в этом обновлении. Первый это вот такая вот коза. Значит, вот она, красивая. Две козы можно размножить пшеницей. Новый звук, кстати говоря, ценили. Реально рождается у нас детеныш. Вот такой маленький козел без рожек. Причем в бедруке есть даже рог козы, в который можно подуть. Но пока что в джаве не добавили. Если мы вот так вот ведром по козе используем, у нас появится ведро молока. Попьем козы. Они очень высоко прыгают. Реально на блоках 5-6. Мне кажется, можно даже заметим где-то. И они также на любых сущностях могут боковать. Своими рогами. Наносить им этим самым урон. Однако, обычные козы это делают редко. Но есть шанс в 2% что заспавнится. Например, при размножении. Орущая коза. Вы уже слышите, как они прикольно орут. И они в 2 раза чаще наносят урон своими рогами. Отлично. Вот мы сейчас видели момент нанесения урона. Почему одна даже коза пыталась, но у нее не получилось. То есть, крутой моб, но причем любой моб, будь то хоть зомби, хоть кадавр, хоть крипер, он не будет отвечать козе на ее удары. Поэтому можно делать такие неплохие какие-нибудь фермы мобов. Реально неплохо так, да? Прикольно. Светящийся спрут вот такой вот красивый был добавлен. Причем он как бы светится, но как вы видите, тонированное стекло. Про него мы еще поговорим. Он не светится. Он просто имеет такую кислотную яркую текстуру, но света он не издает. Вот у нас его яичко. И если мы его убиваем, нам падают его чернилки. Вот они красивые. Зачем они нужны, еще попозже я расскажу. Он спавнится во всех подземных водоемах. То есть, если в водоеме темно, он находится меньше 64 высоты, и там еще есть природно сгенерированные камни, тогда он спавнится. Он, как вы видите, излучает красивые частички. И если мы его бьем, он на время будет потухать. Ну, это, конечно, прикольный баг, круто. И самый интересный мув в этом обновлении, это аксалот. Есть 5 разных цветов. Розовенький, коричневый, желтый, такой вот неоновый, один из моих любимых. И сам редкий фиолетовый. Он встречается 1 на 1200 особей. Почему на 1200? Потому что, как сказали разработчики, вообще аксалотли это в мире маловато. И вроде бы их как раз 1200 в мире и существует, да. Мои крышки, конечно, они почаще генируются. Так же, как и светящиеся спруты. Причем они взаимодействуют со светоспрутом. Потому что они наносят урон всем рыбам, всем спрутом, включая светящиеся спруты. Они на них охотятся. Но у них есть култаун, то есть как бы голод есть. Они ищут воду. То есть, если мы разместим аксалотли здесь, он поползет к воде, ближайшему источнику воды. Он может долго без воды обходиться. Больше, чем рыбами минут 5. Причем, если он под дождем, то еще лучше. Вообще, класс. Ему можно на поводок привязать. Аксалоты можно размножить. Вот так вот используем. Кстати, прикольный бак. Видите, исчезает рыба. Надеюсь, пофиксят. Довольно долгий, между прочим, процесс спаривания. У них получается ребеночек. Реально красивый. Смотрите. Если мы нанесем урон аксалоты, вот, например, вот этому в воде, причем довольно такой серьезный урон, он подумает, что все ему сейчас конец настанет, он притворится мертвым. Вот. И как будто бы застынет и получит регенерацию. Также, если, например, мы держим тропическую рыбу в ведре, они приручаются к нам. И, например, рядом находится утопленник. Уж не буду показывать со всеми мобами. Рядом находится утопленник. Возьму с собой меч. Как видите, у меня есть аксалотль. Если мы поможем аксалоту убить противника, он наложит нас длительный эффект регенерации. И еще, если не имеет эффект усталости, который на нас древние страшно кладывает. То есть, ну, понятно, куда надо. Видите, газа читает табличку, да? Видно, куда надо идти с этим мобом. Но, на самом деле, мне кажется, просто милый, бесполезный моб. Практически все мобы бесполезные. Ну, да, собственно. Ладно. Теперь у нас переходим к следующему блоку. Не про пещеры. Вот. Все, что вы найдете не в пещерах. Берем, значит, светящийся чернильный мешок. Рамку вот так вот соединяем. Получаем светящуюся рамку. Это тоже entity, как и обычная рамка. Да? И она делает предметы ярче у себя. Каким образом? Давайте мы как бы ночь поставим. И вы видите, во-первых, карты. Куда ярче выглядит. И блок. Вот у нас блок угля. Сложно что-то разглядеть. Здесь прям красиво, поярче выглядит. Ну, может быть полезно. Хотя, на самом деле, как бы чуть-чуть плевать. Но есть у нас таблички. Мы берем. Вот так вот пишем, например. Подпишите. Ну, реально. Ну, если написано, то, наверное, надо сделать. Петящимся чернильным мешком тыкаем. Очень красивый шрифт. Причем, опять же, если это ночью, все красиво видно. Все цвета я вам покажу. Можно, разумеется, красить. И чернильным мешком обычным можно счищать. Мне это нравится. Реально выглядит очень красиво. Вот все цвета неоновые такие. Да, ну давайте ночью смотреть, с чего уж мы. Очень красиво. Свет это не излучает. Но видно прям в темноте хорошо. Да и днем тоже, в принципе, неплохо. Я, мне кажется, буду всегда теперь этим пользоваться. Ну, кайфу. Теперь у нас свечи были добавлены. Пчелиная сотая ниточка. Получаем свечку. Мы ее можем, как морской огурец, размещать до 4 штучек в блоке. Однако, все будет одинаково. Никакого уникального размещения, никакого огурца нет. К сожалению, не завезли. Вот такие вот красивые. Они могут под водой разместиться. Мы их можем зажечь. И просто покаяем вам потушить. Если мы их зажжем, то количество напрямую зависит от освещения. У нас одна свеча, освещение 3. Тупой. Две свечи, освещение 5. 8. И аж 11, даже 12, если мы прям в блоке свечи находимся. Прикольно. И разные текстуры с подожженными свечками. Если, на самом деле, кстати говоря, да, давно не добавляли. Самые разные цвета есть у свечей. После прямоскратителя соединяем. Давно не добавляли то, что можно окрашивать. Вот добавили. И, допустим, возьмем вот пурпурную. Как вы видите, текстурка немножко отличается от того, что мы зажгли. Ну, реально классно. Причем, если мы возьмем любую свечу, а пусть я мой любимый цвет, это вот бирюзовый. Можно поставить на тортик. Зажечь, затушить и сразу, например, скушать. Свечка выпадает. Прикольно. Следующее. Это рыхлый снежок был добавлен. И, кстати говоря, еще можно лаву в котел наливать. Ну, а поинтереснее здесь рыхлый снежок. Если мы размещаем под снегопадом котел, постепенно он наполняется. И потом, когда мы набираем полное ведро этого снега, мы можем собрать ведро с рыхлым снегом. Итак, смотрим. Если мы подожжены, подожжены и заныриваем в котел с рыхлым снегом, мы тушимся, но котел сам превращается в не весь что с водой. Если мы горим и в сам рыхлый снег, он сам уничтожается. Любопытно. Тупой сделает снимок рана. Потому что его можно размещать в аду. Я уж не буду это показывать, поверьте. То есть это может быть футер дров в аду, потому что действительно мы не получаем урон от падения в нем. Очень даже любопытно. Его можно двигать как пошлем, так и выставлять с помощью раздатчика. Если мы запитаем раздатчик, он выставит рыхлый снег и его заберет обратно. Прикольно. Можно всякие разные фермы делать. А почему же фермы? Мы в него можем входить. У нас появляются красивейшие снежинки. И через какое-то время, когда мы обмораживаемся, обмораживаемся, потому что это эффект обморожения, у нас становятся красивые сердечки. И мы постепенно получаем урон. Очень уж интересно. Здесь у меня должно было что-то лежать, но не важно. Огонь. Что значит огонь? То, что если мы возьмем лук, зачаруем его на воспламенение и будем стрелять в этот снег, он будет уничтожаться. Почему? Потому что любая горячая сущность его уничтожает. Чтобы мы опять же в аду особо не тушились. Мы в нем можем заходить, проваливаться. То есть реально такой прозрачный, условно, блок. Но в нем мы довольно медленно ходим и видим на очень маленьком расстоянии. Можно с помощью игрового правила убрать урон от рыхлого снега. И поэтому можно таким образом какие-то лабиринты делать. Но уж очень любопытно. Если на лошади либо до нас есть любой элемент кожаной брони, мы в рыхлом снегу урона не получаем и не обмораживаем. Все тоже любопытно. Причем если у нас за ботинки, мы сможем пройтись по рыхлому снегу спокойно, ходим, прыгаем. Ну и кайфово. Причем можно зайти, нажать пробел и это будет у нас подмостками. Shift нажимаем вниз, пробел нажимаем вверх. Это действительно подмостки. И у него есть взаимодействие с мобами. Во-первых, Бурый Медведь, Железный Голем и Зимогор неуязвимы. А также, кстати говоря, еще вроде бы Визор Скелет. А вот Лавомерка, Магма, Куб и Фрит получат в 5 раз больше урона. Если мы поставим сюда Скелета, он вообще любого моба он тоже будет дорожать и получать обморожение. Но у Скелета поинтереснее механика. Он превратится в Зимогора. Козел будет пытаться обходить Рыхлый Снег. И даже если я возьму в руку его любимое лакомство, а именно пшеницу, он будет хотеть, но возможно он перепрыгнет. Однако наступать он не будет. Вот превратился в Зимогор. А Лисица, тупой, Лисица будет спокойно ходить по Рыхлому Снегу. Очень круто. Реально взаимодействие с мобами есть прикольное. Прости, козочка. И последнее, Базальт, можно переплавить теперь. Получаем гладкий Базальт, красивый блок. Класс. И теперь про пещеры. Самое интересное. Во-первых, поменяли текстурки всем рудом. Как видите, мне вот это вот нравится прям. Ну реально красиво. Алмазы только забыл сюда поставить. И лазурит. Ну потому что я гений, видимо. Да. И, кстати говоря, да. Вы заметили то, что появилась черная руда. Потому что, опять же, глубинный слан. Сейчас мы про него поговорим. Довольно интересный блок. И есть глубинно-сланцевая руда. Текстуру алмазов не поменяли. Ее чуть-чуть дополнили. Сделали чуть-чуть светящуюся. Но потому что это такой символ Майнкрафта. Уже зарегистрирована торговая марка. Делают очень много мерча с этим. Так что не будут менять. А вот остальные текстуры мне, в принципе, нравятся. Лазурит вроде бы даже не поменяли. Но теперь они разные, красивые, крутые. Едем дальше. У нас добавилось два новых ископаемых. Я уже говорил. Туф и кальцит. Просто камушки, да. Расскажу. Туф я рассказал, где спавнится. Кальцит. Расскажу, где спавнится. Ага. И, в принципе, глубинный сланец. Давайте посмотрим. Он вот такой красивый камешек. Ломается дольше обычного камня. Может размещен быть как дуб во все стороны. Смотрящим. Если мы его копаем кирочкой без шелкового касания, мы получаем из него каблу. Причем его можно переплавить в обычный глубинный сланец. То есть, прям как действительно кабла из обычного Минкрафта. Ну, потому что все-таки это будет новый слой земной коры. И там тоже есть своя кабла. Причем из этой штуки можно сделать все рецепты из камня или же из каблы. Очень любопытно, как у нас в пошлое обмирение был чернит. Теперь у нас есть вот эта вот штука. Из глубинного сланца можно сделать кучу декоративных блоков. Полированный. Кирпичи, потрескавшийся кирпичи. Кафель. Потрескавшийся кафель. Ступеньки из всяких таких штук. Полублоки. Ограды. Есть даже зараженный глубинный сланец. Зараженные блоки имеют новую механику, кстати говоря. Сравним. Они теперь добываются. И как вы видите, я очень долго копаю этот блок. А зараженные очень быстро копаются. Чтобы мы примерно даже, возможно, поняли то, что это зараженный блок. Следующее изменение. То, что теперь из таких руд, как железная руда, золотая руда, золотая, черная руда и золотая, железная руда, что несу, выпадает теперь не сам блок руды, а блок рудной руды. Зачем она нужна? Это та же самая руда. Мы ее тоже можем переплавить. Но, во-первых, не ори. Во-первых, это исключает такой факт непонимания игроков. То, что, а почему вот со всех руд выпадает руда, а с этого выпадает блок, чуть-чуть решает проблему инвентаря, когда вот у нас самые разные руды, если захламляется инвентарь. Но главное, вы могли уже заметить, допустим, вот у меня есть 4 железные руды, у меня есть кирка на удачу. И из 4 руд выпадает не 4, а аж 12. Ну, то есть чуть-чуть чит, я считаю, но ладно, в принципе. Эти блоки можно объединить из 9 штучек в верстаке, вот в такие вот красивые блоки, 5 раз меняли текстуры. Прикольно. Теперь расскажу вам про мини-руду, про аметистовую жеоду Жиабу. Она трехслойная. Как ее найти? Вот такая вот круглая будет из гладкого базальта. Вы копаете гладкий базальт, и у нас новый слой из кольцита. Да что ж ты так орешь? Потом у нас появляется слой из аметистовых блоков. Очень красивая музыка, просто у них звук красивейший. Я поставлю погромче. И даже когда гуляю. Ну, тут всегда надо тебе что-то нибудь испортить. Ага, спасибо. Но также в Жиабе Жиольде встречается и блок цветущего аметиста. На обычных аметистовых блоках не будет расти вот эти вот кристальчики, а на этом будут расти кристальчики. Давайте я поставлю рандом текст пид, хотя не важно. На нем будут расти вот так вот кристальчики. Вот так вот красиво. Но его никак нельзя не добыть, ни шелковым касанием. Даже поршнев сдвинуть нельзя. Вот есть такие вот четыре стадии роста кристальчиков. Можно собрать шелковым касанием и кайфовать. Причем, если мы уничтожим кристальчик поршнем, выпадет два кристальчика. Сломая рукой. Причем очень прикольное звук ломания. Два кристальчика. Если мы возьмем обычную кирку и кирку на удачу, там уже посерьезнее будет, потому что обычная кирка. Четыре кристальчика, а кирка на удачу целых двенадцать. Вот это да. Раньше выпадало всего лишь-то восемь. Я даже написал восемь. Прикольно. Аметист. Зачем они нужны? Во-первых, аметистовые блоки можно крафтить. Во-вторых, из стекла и четырех аметистовых кусков можно сделать тонированное стекло. Вот такое вот красивейшее стекло, которое не пропускает освещение. Вы думаете, ну прикольно, а здесь-то дырка, оно не пропускает освещение вообще. Если я зайду в эту колбу, здесь не будет освещения. И здесь могут заспауниться враждебные мобы. То есть для ферм это реально кайфово, чтобы ты видел, например, как работает твоя икс-ферма. Если что, чтобы пофиксить там различные неполадки. Но зато там спавнятся мобы. Очень прикольный блок, который, мне кажется, будут часто использовать. Есть еще одно применение у этих аметистов. Но для него нужен еще один новый материал. Это медь. Медь. Вот такая вот медная руда и меденосный глубинный сланец. С нее выпадает рудная медь. Из рудной меди можно сделать блок рудной меди. Ее можно переплавить в слиточек. Из слитков, из девяти штук, можно делать не вощеный медный блок, а обычный красивый медный блок. Вот такой вот. Из него в камнерезе можно, значит, разные блоки делать. Вот все варианты. Как видите, вот такие вот есть варианты. Почему? А потому что он умеет окисляться. Давайте поставим просто резной медный блок. Пропишем в гаммируле RandomTickSpeed 10 000. И, как видите, он окисляется. Окисляется и в итоге достиг своего максимума окисления. Эти блоки изменяются и окисляются постепенно с течением времени. Но, чтобы они не окислялись, мы берем, ну, либо в сетке крафта, либо ручками берем медный блок, используем по нему пчелиные соты, он становится вощеным медным блоком. И эти блоки, вообще любой блок можно провощить, эти блоки, они не будут окисляться. Допустим, мне нравится вот эта стадия. Беру, окисляю. Потом мы можем соскоблить воск топором с прикольным звуком. И они будут окисляться. И даже до такого момента может дойти то, что, например, у меня крыша из вот этих вот блоков окисленных. Я думаю, ну, мне, наверное, надо стиль поменять, реально. Я беру топорик и снимаю окисление, вот как слои. Могу подобрать для себя свой условный стиль, свои крыши. Очень крутое взаимодействие. Из меди можно сделать, из трех слитков меди, вот так вот делаем громоотвод. Громоотвод, он может быть вот так вот под водой стоять, может вот так стоять, или даже в любой стороне оси. Что несу? Ну, ладно. В чем смысл громоотвода? Если мы пропишем weatherthunder, то все молнии, которые будут в радиусе 64 блоков, будут бить именно в этот блок. Причем вот такие прикольные частицы даже выделяются, очень прикольно играются реально с частицами. Не буду ждать. Summon lightning bolt. Громоотвод ничего не сделает. А если здесь не будет громоотвода, то молнии вот так вот красиво снимется окисление. Блок, вы видите, только участие снимется окисление, потому что вощеный окисленный медный блок, вообще любой блок медный, вощеный, он таким образом не будет изменяться, тоже прикольно. И вот как раз таки применение аметистовых кристальчиков последнее, маловато применений. Вот так вот можно создать подзорную трубу, новый предмет, вот так вот носим. Смотрим, очень красиво прилегает. И если нажмем F1, вот такой вот замена Optifine, мне кажется, чуть-чуть бесполезная вещь, но прикольно в любом случае. Следующее, промете и аметисты, это все копельники. Это сталагмиты и сталактиты. Мне нравится то, что для разных блоков один и тот же предмет. Вот так вот они соединяются. Но почему они соединяются? Потому что я был на Shift, а если я не на Shift, тогда они красиво соединяются. Вот такие вот можно длинные, огромные копельники создавать. Они вот так вот делают. И если так, то они падают. Красиво, классно. Причем, если я падаю на копельник, получаю повышенный урон. И даже если прыгаю, я получаю урон. Если копельник падает на меня, я тоже получаю урон. Моя броня при этом очень жестко ломается. Круто, кайфово, ладно. Вот такой красивый копельничек. Из четырех копельничков, как вы могли заметить, можно скрафтить вот такой вот блок натечного камня. Очень уж круто. И они могут расти. Если у нас он находится на блоке натечного камня, и над блоком натечного камня есть вода, тогда очень долго, но они будут расти. Давайте рандом текст 5, 10 тысяч подрубим. Если, кстати говоря, внизу находится такой же копельник, то он тоже будет расти. Опа, вот растет. Причем абсолютно рандомно растет. Может быть, этот вырастет до конца. Может, они ровно вырастут. Ну, реально классно. Они очень долго не будут длинуть ваше время. Причем, если такая же картинка, но может быть там не с этим блоком, а может быть и с этим повторяется, но внизу стоит котел. Видите, очень много капелек капает. И постепенно, постепенно котел будет наполняться водичкой, и мы сможем получить блок. Давайте я даже вот так вот, наверное, сделаю. Упал. Вот это прикольно. Видите, водичка наполняется. И даже, я больше что скажу, если лава находится здесь, не вода, а лава, то будет капать лава, и мы получим бесконечный источник лавы. Смотрите, прикольный звук, и мы получим бесконечный источник лавы. Вот к чему то, что лаву можно теперь в котел насаливать. Добавлен блок муха. Пока что мы его можем найти только в затонувшем корабле, купить у странствующего торговца, потом добавить, разумеется, биом с ним. Вот такой прикольный блок. Из двух таких штучек можно скрафтить. Вот такую вот штучку. И если мы его вот так вот, костной мукой, рядом с другими блоками, кликнем, он размножится, здесь вырастут различные штуки, два типа взлетущие азалии, азалии, много травы, пшистый покров, но реально кайфово. Значит, нужны азалии. Во-первых, это прикольный блок, во-вторых, их можно посадить в горшок, и в-третьих, если по ним костной мукой, вырастают деревья азалии, мы их уже видели, причем корнистая земля. Один блок всего лишь-то внизу, но из-за этого спасибо. И корнистая земля, если мы по ней используем костную муку, вырастают свисающие корни. И если мы мотыгой используем, по корнистой земле корни нам выпадают и становятся это обычной земелькой. Прикольно, много взаимодействий. И также у странствующих торговцев можно купить вот такие вот боросянки. Их можно поставить только на блок маха, только на блок глины и только под воду. Они ничего не делают, но если мы используем под ним костную муку, вот ничего себе, вырастет большие боросянки. Их можно уже поставить куда хочешь, как хочешь, и их прикольная механика в том, что они прогибаются, как нам показывали на Майнконе, и даже от предмета прогибаться. Возможно, таймеры придумают, какие-нибудь прикольные, но при этом, как вы видите, прогибается. Я поставлю блок редстоуна, то есть запитаю боросянку, не прогибается. Таким образом, реально, какие-нибудь прикольные можно таймеры делать с редстоуном. Мне такое нравится. Хотя чуть-чуть бесполезно, только для паркура, может быть, говорят ли, будут как-то использовать. Вот такой спортсвет. Значит, хрен пойми, как получить. В принципе, согласен. Рядом с ним, как видите, летают красивейшие частицы. Под ним целый дождь из этих частиц. Вроде бы, на Майнконе показывали, что он еще и закрываться должен уметь, но, ну, что старое помянет, как бы, да. В сундуках заброшенных шахтах можно купить вот так. Купить что? Найти вот такие вот светящиеся ягоды. Мы их сажаем наверх блока. Прикольно. По ним можно лазать. И в момент, когда они вырастают, то есть, если я вот так вот соберу ягоды, все, они больше не вырастут, надо костной мукой будет двигать. Либо же срубаем, и в момент выраста следующей вот такой вот лианы, может, есть шанс того, то, что вырастет такие ягоды, причем они реально светятся. Как вы видите, 13 уровней освещения они излучают. Очень даже прикольно. Лисы, лисы, они кушают эти ягоды, они любят эти ягоды, ну, как и сладкие ягоды, только вот это вот что-то не любят, но я ее по-любому могу покормить этими ягодами. Сама еда по себе очень плохая, я не советую им питаться. Вот такая вот трава, мох, я не знаю, что это такое, борода, короче, генерируется в пещерах, я показывал, причем ее можно заместить вот так вот и таким же образом размножить реально светящиеся решения, вот так вот разрастается. Прикольно. Растение такое классное, причем оно, если мы разместим вот так вот в воду, это самый изичный способ, чтобы остановить воду. Прикольно. И теперь мы приходим к другим вещам. Если мы скачаем датапак или пропишем команду give собачка с bundle, то мы получим мешок. Если мы скачали датапак, то мы можем в принципе вот так вот скрафтить этот самый мешок. Я не понимаю, зачем я это показывал, потому что у меня датапак не установлен. Мешок. Новый предмет. Зачем он нужен? Видите, 0,64. Это новый, условно, рюкзак. Мы в него можем заложить только стак ресурсов, то есть для воды одно ведро это уже стак. Возьмем 9 эндер-жемчуков уже 36, потому что для эндер-жемчуков один эндер-жемчук это 4 штучки. Но если мы например набрали кучу различного хлама и мусора, можем вот так вот да даже вот так вот собирать. И даже еще можем что-то взять, но уже не можем. Видите, очень довольно удобно. Я пытался реально выживать с этим. Очень удобно. ПКМ достаем последний предмет. И если вот так вот ПКМ вообще все выбрасываем. на самом деле удобная вещь, серьезно говорю. Это скалк-сенсор. Его можно добыть только командой. Кив собачка с скук-сенсор. Вот такой красивый. Он излучает освещение и он реагирует на вибрации. Что такое вибрации? Это любые видимые изменения. Бросок предмета, ходьба моба, еще чего-нибудь. Он, как вы могли заметить, редстоун сигнал выделяет. Он работает на 8 блоках. Причем чем дальше, тем меньше сигнал. Поближе встал, сигнал большой. Опять же, можно повторить, им сразу 15 сделать уровень сигнала и компаратором он видит, какой тип вибрации. Например, как громко можно, я звук выключу. если я кину предмет, видите, какая тип вибрации. Если выдвинуться поршень, прям большой тип вибрации. Если я хожу, то всего что такой. Очень прикольно. Причем, если, например, я кидаю снежок, есть вибрация. Если снежок прилетает, тоже есть вибрация. Но это реально такой прикольный блок. Про него долго не рассказывать, потому что это реально Redstone блок. Кому интересно, те реально изучат. Очень прикольный блок. Он даже через стены принимает сигнал. Но если у нас есть, блок шерсти, если мы ставим блок шерсти, как вы видите, ничего не происходит. И если мы находимся за блоком шерсти, за блоком шерсти эта штука не работает. Как только мы выходим из этого радиуса, сразу начинает работать. Прикольно. Применение старым деталям к старым блокам это классно. И теперь уже технические изменения пошло не менее интересное. Теперь можно делать тропинки из всех типов травы. Рельсы могут быть под водой. И реально на вагонетках можно кататься под водой. Возможно, немножко бесполезно, но все равно прикольно. Как в бодруке. Шалкер, который попал в другой шалкер, может размножиться. Ну, чуть-чуть чит, возможно, не чит. Шейдеры на ваниле в виде ресурс-паков, прокачали ресурс-паки, добавили новый графический процессор. Еще, кстати говоря, перешли на Джаву 16. Добавили два новых гаммируля. Урон от рыхлого снега я уже упоминал. И игроки для сна. Сколько игроков в процентах для сервера нужно для того, чтобы скипалась ночь. Прикольно. Поменяли текстуры для часов и для компаса. Ладно. Количество символов наковальни с 35 увеличилось до 50. Ладно. Спруты можно на поводки цеплять. Ладно. Теперь, если мы кидаем какой-то предмет, шалкер или мешок, сначала он уничтожается, а потом с него выпадают все ресы, и они уже сжигаются. Поэтому вот так вот можно прикольно сделать. Инозеритовые вещи теперь практически никак не сжечь только кактусом. Добавили 11 новых ачивок. Самое интересное из них это посмотреть в разные вещи через подзорную трубу, с грамотводом повзаимодействовать, походить на рыхлом снегу, со света с прутом повзаимодействовать, с медью и с эксолотлями. Утопцы теперь дропают не золото, а медь. Тоже прикольно. В заброшенных шахтах теперь есть вот такие вот подставки, вот такие вот цепуры. Что-то одно это я просто как вид сделал. Прикольно. И самое интересное реально блок света добавили. Во-первых, как вы видите здесь у нас блок света это как блок барьера находится, то есть частицы выделяются если мы не одержим в руках блок света, то частицы пропадают со временем. Он блокирует воду, но через него можно пройти. И как мы могли понять уже он излучает свет. Если мы по нему ПКМом нажимаем можно настраивать уровень освещения. Я настроил колетико мыши 6. Наставил побольше 11. 15. 0. Даже 0 можно ставить и таким образом реально делать загадки которые, например, для ваших друзей. Почему вот так вот? Ну, вот почему сейчас они пропадут? Ну, вот, прикольно. Для строителей карт да даже для превьюшек моих я делаю всегда с блоками света очень удобные блоки. Мне нравится. На этом обновление подходит к концу. Да, оно небольшое, оно практически ничего в игру не привнесло интересного и нового, но ждем все-таки 1.18, который действительно станет поинтереснее, потому что там и Вардена добавят, и новую генерацию, и новый биом с Варденом, да, и вот эти вот штуки добавят, чтобы их без команд можно было получать. А археология, которую анонсировали, вообще перенесена на 1.19, 1.20, ну и так далее, и тому подобное. Смотрите, как коза прикольно прыгнула, а это значит, что можно поставить лайк и сделать еще один вывод, подписаться на канал Ира. Пишите в комментариях, кстати говоря, свое мнение об этом обновлении. Ну, мне, если честно, вообще, ну, никак. Просто добавили блоки и все. Но это уже чисто ваше, ну, чисто мнение. Да, пока.